В видео содержится мультиязычная нецензурная брань, шутки про мамку и много рэпа, но мы все равно рекомендуем его к просмотру, если вам исполнилось 18. Всем привет, меня зовут Антон, и это Puzzle English Live, пошумим... Как бы вы ни относились к рэпу и рэп-баттлам, стоит признать, что это культурное явление прочно захватило информационное пространство, а мимо нашумевшей схватки Мирона Федорова, известного как Оксимирон, и американского рэпера арабского происхождения Дизастера, не смогли пройти даже мы. Баттл проходил на английском языке, с большим количеством игр, слов и сленга. Давайте разберем самые сложные и интересные моменты. Начнем с длиннющего панча Дизастера, который использует свои познания в истории, объясняет, откуда у этого Оксимирона столько фанатов. Под стенами Дизастер подразумевает особый вид поклонников, похожих на героя песни Эминема Стэн, фанатичного парня Стэна, который регулярно писал трогательные письма исполнителю песни. Кстати, Стэн — это своеобразное словообразование, результат слияния слов «стокер», «преследователь» и «фан», «фанат». Идем дальше. Еще один панч от Дизастера и снова о политике. В сознании американских граждан, помимо «медведей» и «балалайк», прочно засел стереотипный образ России как Советского Союза. Говоря о святом причастии для СССР, Дизастер намекает на то, что своей крутостью способен обратить в веру даже некогда атеистическое государство. И вот, что ему ответил на это Оксимирон. Этим панчем он напоминает Баширу Ягани его арабские корни, о которых тот забыл и с гордостью называет себя американцем, пока его братья гибнут на Ближнем Востоке. X-фактор в английском обозначает то, что в русском мы обычно называем талантом, который, по мнению Оксимирона, у Дизастера отсутствует, о чем он подробнее говорит в следующем панче. Дизастер — это батл-рэпер, который стал известным только благодаря подобным поединкам, в то время как Оксимирон успевает еще и заниматься музыкой, и, напоследок, острый панч Дизастера, который даже не рискнули перевести в некоторых российских СМИ. Батл Оксимирона и Дизастера привлек много внимания, как символ противостояния двух держав. И, по мнению Мирона, такой способ выплеска агрессии гораздо лучше открытой вражды между народами, в чем мы с ним полностью согласны. Ну и раз уж в этом баттле не было судей и победитель до сих пор не определен, предлагаем вам выбрать его в комментариях. Хотя... Если этого вам было мало, кликайте по ссылке и читайте еще больше панчей из нашумевшего баттла в нашем блоге. Субтитры сделал DimaTorzok